Добрый день! Мы сегодня с вами встречаемся на площадке для того, чтобы обменяться основными отраслевыми практиками, которые есть у нас в отрасли и в наших организациях и партнерах. Поэтому предлагаю познакомиться со спикерами. У нас будет детская академия Галина Богданова. Вы уже видите ее презентацию, саму Галину. Фабрика процессов для школьников. Мы познакомимся, и Валентина Захарова нам расскажет, возможно, со своими коллегами об этом. Далее мы отправимся с вами в Волгодонск. Нам расскажут про экскурсии и вообще про ориентацию как инструмент, именно как экскурсии, не только. Мы познакомимся с пробами и отправимся в замечательный город Снежинск и посетим технопарк в Сарове. Поэтому, коллеги, программа у нас с вами насыщенная. Предлагаю начинать и начать не просто. В принципе, Росатом – это такая большая семья, но у нас есть корпоративная академия, где такая маленькая ячейка этой большой семьи. Повозвольте мне передать слово коллеге из корпоративной академии Росатома. Галина, вам слово. Здравствуйте. Елена, здравствуйте. Коллеги, здравствуйте. Рада вас всех приветствовать. Спасибо, что позвали. Меня зовут Богданова Галина. Я директор Центра развития управленческого кадрового резерва в Академии. Отмечаю за резервы. И так получилось, что проект «Детская академия», который мы запустили в начале этого года, тоже мой. О нем я вам и расскажу. Мне сказали, что у меня будет 7 минут в рамках нашего формата. Я постараюсь уложиться. Если будут вопросы, коллеги, задавайте их в чат. Я попытаюсь сразу же после своего выступления на них ответить. Вкратце о предпосылках. Ну, всем понятен, да, контекст, в котором мы находимся. Вызовы 21 века всем известны. Мы всегда говорим о том, что они определяют новый набор компетенций, который необходим для профессионального успеха. При этом мы с вами, коллеги, как никто, понимаем, что текущее предложение, которое сейчас есть на рынке услуг дополнительного образования, оно спрос на развитие актуальных компетенций покрывает, ну, мягко говоря, не очень здорово. Да, если мы говорим про какой-то массовый подход, и особенно, если мы говорим про soft skills. На пальцах одной руки можно подсчитать серьезных провайдеров, которые занимаются молодежью, а тем более детьми в этой области. При этом мы понимаем, что в корпоративной академии есть огромное количество экспертов, партнеров, которые обладают очень глубокими знаниями и сильными компетенциями по самому широкому спектру актуальных компетенций и навыков. И в то же время мы понимаем, что в Росатоме есть значительное количество родителей, которые заинтересованы в том, чтобы их дети развивались, чтобы у них было счастливое будущее, экономически благополучное, чтобы они были востребованы, и они, конечно же, заинтересованы в качественной подготовке своих детей к будущему. Собственно, из этих предпосылок в конце 2018 года у нас возникла идея детской академии, которую руководство Академии всячески радостно поддержало. И в начале этого года, 25 января, мы запустили этот проект. Основной сутью проекта с сообщениями, которые мы пытались с помощью него сказать, что мы готовы помочь детям сотрудников развивать ключевые компетенции 21 века, мы при этом предлагаем наполненной ценностью и смыслом семейный досуг, поскольку нашу Академию мы изначально опроектировали в семейном формате, она была очная, я сейчас об этом расскажу, и предполагалось участие родителей вместе с детьми в определенных действиях, поэтому мы предлагали такую комплексную историю. Мы предлагали лучшее понимание того, что в целом в мире происходит, и ориентировались на каждого конкретного человека. В результате у нас появилась такая интересная история совместная, которую мы предложили абсолютно всем семьям московских подразделений, поскольку, опять-таки, очная была начало нашей истории. Вначале мы приглашали всех ребят и всех семей в корпоративную академию, в наше здание на Коженическом переулке, и дети с 7 до 15 лет могли к нам приходить вместе с родителями. У нас было несколько форматов, это мини-тренинги, мастер-классы, и, безусловно, разные лекции. В параллели дети с родителями занимались, дети занимались в трех возрастных группах, это группа 7-9 лет, это группа 10-12 лет, и старшая группа 13-15 лет. С самых первых дней академии мы поняли, что это действительно очень востребованное предложение, потому что спрос коллеги, он был просто потрясающий, и порой он даже, вот нас, организаторов, немножко расстраивал тем, что мы не можем удовлетворить весь этот спрос. Ну вот в качестве примера могу сказать, что наполняемость групп у нас, когда коммуникационная кампания была проведена, она происходила буквально за 8 минут. В онлайне мы открывали регистрацию, через 8 минут все наши группы были наполнены, при том, что проходимость детской академии в очном формате была 120 человек. Изначально, когда мы проектировали это, предлагали наши предложения в онлайне, мы работали каждые две недели по субботам, два раза в месяц мы собирали детей, и в таком формате мы, коллеги, переработали до 14 марта, пока ввиду вполне определенных обстоятельств, нам не сказали, что все, к сожалению, больше очных мероприятий мы проводить не можем, переходите в онлайн. После этого мы действительно перешли в онлайн, и с 23 марта мы продолжили детскую академию в онлайн. Это имело и плюсы, и минусы. Плюсы сложились в том, плюсы явились в том, что, конечно же, наше покрытие стало гораздо больше, мы расширили нашу географию, и академия стала доступна абсолютно всем. Мы постарались подбирать и, в том числе, и время занятий так, чтобы могли дети подсоединяться из самых разных регионов России, и мы очень быстро увидели этих детей, это были дети с атомных станций, это были дети абсолютно из всех кусочков нашей страны, и мы увеличили частоту проведения мероприятий. В некоторые недели у нас мероприятия доходили до трех раз в неделю. Вот, поэтому, конечно, вот с этой точки зрения мы очень много от пандемии выиграли, и дали детям предложение очень классное. С другой стороны, мы кое-что потеряли. Ну, во-первых, мы потеряли родителей, поскольку мы перефокусировались на детей, и вообще период был достаточно тяжелый, то нам пришлось по-другому перераспределить ресурсы. И именно родительская академия на время была поставлена на паузу, мы провели всего две лекции, три, извините, пожалуйста, три лекции для родителей. Вот, это биоевый момент. А второй момент, это, конечно, вовлечение детей. Мы заметили, что в онлайне эффективность наших мероприятий не снизилась, но, несмотря на это, интерес к ним немножко снизился. Можно понять, дети в период, особенно последних школьных месяцов, были перегружены онлайн-занятиями по школам, особенно те дети, которые перешли на онлайн-образование, обучение, все секции, кружки перешли. Дети устали от виртуального общения, и мы получали очень много обратной связи и просьб, и вопросов, а когда же занятие детской академии вернулся, и так далее. Но сделаем наш шаг назад. А, собственно, о чем была детская академия, и как мы определили темы детской академии? Темы определяли следующим образом. Мы проводили достаточно серьезный опрос среди родителей, сотрудников госкорпорации зданий на Ордынке, частично среди сотрудников, родителей Академии Русатома, и задавали два вопроса, собственно, что бы вы хотели, чем бы вас дети занимались на детской академии, и что бы вы сами хотели делать в это время. Вопросы были совершенно открыты, и мы много разных вопросов задавали. Мы спрашивали, чем дети увлекаются сейчас, а с какими проблемами родители, как родители сталкиваются. Много получили интересных данных. Но в результате всех ответов, которые мы обработали, появились темы лидеров. Те темы, которые с существенным опережением вырвались вперед. Вот для детского трека это была коммуникация, и там много что вошло еще внутрь. Это была самого разного вида личная эффективность, и это была командная работа. Что касается самих родителей, они сказали, что в это время они бы хотели узнавать больше про будущее в применении к своим детям, и то, какие компетенции будут востребованы, почему, и какие профессии будут востребованы, как помочь детям подготовиться к этим профессиям. Запрос на тренды был колоссальный. Запрос на тренды в широком смысле этого слова вышел на второе место. И на третье место, с удивлением для меня, вышла тема искусства. Те, кто работает в Русатоме, знают, что у нас очень активно развивается гуманитарный трек. Это направление, в рамках которого мы через искусство пытаемся развивать самый широкий спектр компетенции, относящихся к бизнесу. Тема искусства оказалась удивительно востребованной, и многие родители, которые не успевали в то время в очном формате посещать лекции нашего арт-лектория, сказали, что хотели бы по субботам, пока дети будут заниматься, посещать эти лекции. Это, собственно, те темы, которые мы услышали, и они очень сильно совпали с нашей гипотезой, потому что наша изначальная гипотеза была в том, что мы будем концентрироваться на компетенциях, относящихся к 4К. Уверена, что все знают про 4К. На всякий случай, еще раз их произнесу, это коллаборация, коммуникация, креативное мышление и критическое мышление. И, собственно, то, что мы услышали от родителей, соответствовало нашему пониманию, что актуально. Собственно, вот сейчас на экране вы видите расписание и темы первых восьми занятий, которые были спроектированы для очного режима. Так мы это и делали. Первые занятия, которые были проведены очно, они были очень сильно сконцентрированы, конечно, на том, чтобы все эти навыки дети могли отрабатывать на реальных примерах, в реальном взаимодействии, получили очень хорошие результаты. Когда мы перешли в онлайн, то, конечно, именно взаимодействие по естественным вполне причинам у нас отошло. Но сейчас с учетом этого опыта мы проектируем второй сезон детской академии, который у нас стартанет в сентябре. Это будет новый академический год, сентябрь 20 мая 2021 года. С учетом всего опыта, который мы получили и в онлайне, и в оффлайне, мы хотим сделать предложение, которое будет объединять преимущества онлайна и оффлайна. Мы попробуем сделать максимальную вместимость нашей детской академии с точки зрения формата оффлайн, но при этом мы попробуем перенести, уже есть идея, как мы это будем делать, преимущества оффлайнового подхода. У нас будут дети работать в проектных командах, у нас дети будут работать в малых группах, в которых мы их будем объединять с помощью мессенджеров, с помощью каких-то современных средств связи. У каждого будет свой куратор. И хочу, коллеги, подчеркнуть, что это предложение открыто абсолютно для всех сотрудников отрасли и их детей. Поэтому я буду рада, если вы захотите к нему присоединиться. Как правило, коммуникацию мы делаем через службу управления персоналом организации предприятий отрасли, и мы отправляем информацию о наших мероприятиях. Если кто-то просит о том, чтобы мы индивидуальных подключили к списку рассылки, мы с удовольствием к таким вещам прислушиваемся. Если есть запрос, пожалуйста, присылайте ваши запросы на мой личный адрес, либо у нас есть еще вот такой вот адрес Росатом Академии. Сейчас я вам напишу. Арт Росатом, Росатом Академии. И если вы напишете сюда, то мы вас обязательно подпишем на рассылку по детской академии. Это, наверное, основная информация, которую я могу сказать за 7 минут. Мне кажется, я даже немножко уже затянула время. Коллеги, если будут вопросы, пожалуйста, пишите, буду рада на них ответить. Вот, Елен, уступаю вам. Микрофон, надеюсь, не сильно вас подвела. Чуть-чуть. Спасибо большое. У меня несколько вопросов, наверное, коллеги, если захотят добавить. Добавят эти вопросы. Почему оказалось важным сделать вот именно такой проект, и что было сложным при переходе в онлайн? Елена, при переходе в онлайн было сначала сложно, наверное, все, но это связано было не с переходом в оффлайн именно детской академии, а это было связано, в принципе, с моментом, с точкой истории, в которой мы находились. Никто не понимал, что будет дальше, насколько все это будет дальше. Очень не хотелось верить. Хотелось верить, что это вот прямо сейчас на недельку, на две, и поэтому до последнего мы не знали, как надолго мы уходим в онлайн. Вот поэтому это скорее была бы такая ситуация неопределенности, непонимания. Ну и из прагматичных моментов, конечно, это вот то, о чем я сейчас сказала. Мы понимали, что дети будут перегружены в ближайшее время онлайном. И мы понимали, что частично даже наши самые ярые фанатики, которые не пропустили ни одного занятия в оффлайне, что им будет очень тяжело после занятий в Zoom, после занятий на каких-то других площадках школьных, снова переходить на наши занятия. И вот специально подобрала вам фотографии, посмотрите, как дети здорово взаимодействовали с друг с другом. Они башню настроили, спектакли ставили под наблюдением наших экспертов, преподавателей, друзей, которые потом давали им обратную связь. Они вместе разбирали истории. И, конечно, сразу сходу придумать, а как это же самое взаимодействие выстроить в онлайне, не всегда это удавалось. Это была проблема, опять нащупали решение, но, тем не менее, определенные нюансы есть. Еще один момент, кстати. Очень многие из родителей, с которыми мы общались, и это общая беда всех, кто занимается детьми онлайн, насколько я знаю, коллеги по цифру об этом говорят, это предыдущий негативный опыт в онлайне многих родителей. Не связанный ни с детской академией, ни с академией Русатома вообще. Люди получали какое-то образование онлайн, они были им разочарованы по ряду причин, потому что, ну, не секрет, оно иногда бывает некачественным. Изначально интерес упал, было высокое недоверие. Понятно. Что ж, мы пожелаем удачи, чтобы мы все встретились офлайн, да, в сентябре в академии и на онлайн-площадках для того, чтобы у всех наших коллег была такая замечательная возможность непосредственно прикоснуться к тому, что происходит в детской академии. Спасибо вам большое, Галина, за то, что вы поделились с нами таким опытом. Спасибо вам. А мы продолжаем. И у нас на связи Валентина Захарова, главный специалист ВЭЛ и фабрика процессов для школьников. Я очень много наслышана об этой фабрике процессов. Валентина, выходите, пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. Да, коллеги, всем добрый день. Рада всех вас видеть. Я сегодня бы хотела рассказать вам об одном из профориентационных мероприятий, которые реализуются в топливном дивизионе. Это фабрика процессов для школьников на базе Чепецкого механического завода в городе Глазове. Вообще, с 2016 года Чепецкий механический завод реализует цикл профориентационных мероприятий. Это и создание школьных технопарков ВЭЛ, проведение экскурсий на предприятия, проведение классных часов, родительских собраний. Также мы проводим межтерриториальный чемпионат юный профессионал топливной компании и фабрика процессов, про которую я сегодня вам расскажу. Вообще, что такое фабрика процессов? Это учебная площадка практического обучения принципам и инструментам производственной системы Росатом, где каждый участник на практике своим умом приходит к усовершенствованию процесса. В ходе фабрики участники знакомятся с инструментами, навыками и применением ПСР и происходит формирование ПСР-мышления. В фабрике процессов за основу взят реальный технологический процесс Чепецкого механического завода. Это производство цирконевых труб, оболочек. В фабрике процессов мы используем две номенклатуры, реальные действующие номенклатуры производства. Это оболочка 1300 и оболочка 1150 размера. Перед участниками ставятся реальные производственные задачи, которые есть на предприятии. Это, к примеру, обеспечить выпуск продукции, повысить полезную работу, обеспечить себестоимость продукции. То есть все те реальные производственные задачи, которые имеются на производстве, мы их транслируем на участников-школьников. Также сама фабрика процессов у нас проходит в три раунда. В первом раунде у нас участники отрабатывают производственный процесс так, как он есть, замеряют фактически результаты работы, выявляют, фиксируют все потери, проблемы. По итогу выявляют топ-3 основных проблем и определяют их причины. При подготовке ко второму раунду уже участники разрабатывают улучшения, которые позволяют улучшить результат. И уже во втором раунде они это внедряют. Также проходит производственный цикл. И по итогу делают анализ о том, что получилось, что не получилось, отмечают изменения по всем областям. И работают также над изменениями. Третий этап, он завершающий, уже отрабатывается полный цикл, который идет к достижению поставленных задач. И на данном этапе мы понимаем, какие из предложенных изменений, внедрений были наиболее эффективными. Вообще этот проект у нас реализуется для учащихся старших классов школ города Глазово. Ежегодный охват до 75 человек в год реализуется он при партнерстве самого Чпецкого механического завода и управления образованием города Глазово. Что вообще уникального во всем этом проекте, это то, что участники могут попробовать себя именно в какой-то реальной производственной роли, могут примерить на себя профессию, которая есть на предприятии, которая востребована. Ну, к примеру, ученик может побыть директором предприятия, и при этом он оперативно управляет, у него такие задачи, как оперативное управление производством, он принимает окончательные управленческие решения, следит за выполнением плана, который ставится перед участниками. Или же, к примеру, учащийся может выбрать роль трубопрокатщика, травильщика, протирщика, и он прям производит операцию производства изделия по действующему рабочему стандарту предприятия. То есть создан прям действительно настоящий производственный процесс. Конечно, это не на самом производстве, у нас отдельно есть фабрика процессов, но то есть ребята участвуют, у них реально вот эти цирконевые трубы, они их там все с ними делают. То есть это действительно все абсолютно реальное производство получается. Вообще, какие цели мы перед собой ставили, когда внедряли фабрику процессов для детей? Во-первых, мы хотели познакомить учащихся школ Глазова с современным производством и расширить представление школьников о профессиях, которые востребованы на ЧМЗ. И привить, конечно же, интерес к этим профессиям. Также мы хотели познакомить с технологическими процессами, с организацией и условиями труда, которые имеются на предприятии. И познакомить с бережливым производством и основными инструментами производственной системы Росатома. И что вообще стало итогом внедрения этого проекта? Ну и, естественно, мы получили положительные отзывы от участников, как и от учащихся школы, так и от их преподавателей, которые приходили вместе с ними. Ранее ребята, в принципе, не имели какого-то такого представления о тех профессиях, которые имеются на ЧМЗ. То есть там действительно есть очень узконаправленные специальные профессии, например, травильщик, трубопрокатчик. И ребята не знали, что это за профессии. Мы их ознакомили с этими профессиями и вообще расширили их представление о том, какие профессии есть на предприятии. О том, что важны не только инженерные специальности, но и другие специалисты на предприятии тоже есть. И они нужны. Это, например, экономисты, специалисты по охране труда. То есть тоже об этом мы их ознакомили. Также по итогу ребята уже получили базовое знание по производственной системе Росатома. И в дальнейшем они начали внедрять в свой учебный процесс. Это уже потом мы начали получать обратную связь от преподавателей и от самих ребят, когда с ними виделись, например, в дальнейшем на классных часах, о том, что, о, мы были у вас на фабрике процессов, вот мы там изучили ПСР, теперь вот мы там отпосерили, что-то у себя там по учебе. И, естественно, увеличилось вообще количество желающих ребят, кто бы хотел поступать по целевому обучению от предприятия, кто бы хотел в дальнейшем попасть в атомную отрасль. Соответственно, у предприятия появился такой некий конкурс учащихся на целевые места от завода. И каждый год идет рост желающих, кто бы хотел поучаствовать в этой фабрике процессов. Естественно, у нас нет возможности вот только на фабрику процессов для школьников работать, но потому что есть и другие производственные задачи и своих сотрудников ЧМЗ обучают, поэтому мы максимально выделяем время для этого проекта. И, конечно же, хотелось бы сказать, что вообще у ребят по окончанию школы у них уже идет более осознанный выбор будущей профессии, потому что они смогли увидеть, почувствовать, попробовать. И я думаю, что это замечательно, что есть такая возможность для ребят понять, какие профессии вообще есть в атомной отрасли и на предприятии, которые имеются у них в городе. Вот. У меня, в принципе, все. У меня есть несколько вопросов, коллеги. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите либо во вкладку «Вопросы», либо здесь можно в чате. У меня вопрос. А как вы набираете, то есть какой отбор на эти 75 человек на фабрику процессов? То есть мне покажется, что там же и на саму фабрику, сейчас уже скоро будет конкурс именно для учат, для того, чтобы поучаствовать. Ну, смотрите, вообще есть атом-классы в городе. Соответственно, изначально шел упор именно на атом-класс. То есть еще в 2016 году, я еще тогда была сотрудником ЧМЗ, то есть мы делали упор именно на сотрудников атом-класса, и там был не такой большой поток. Потом мы стали уходить из атом-класса, уже физико-математический профиль расширяли. Но мы брали в основном это учащиеся с 10-х классов были, чтобы потом у них еще было время в течение года там определиться со своей профессией. А потом уже перешли и абсолютно на любые школы, это гуманитарный профиль. Здесь у нас нет какой-то такой воронки, что вот вы должны там... В итоге мы пришли не к тому, что там только воронка, а там класс или физико-математический уклон. Мы стали приглашать всех желающих, у кого было действительно желание, кто хотел с этим ознакомиться. То есть какого-то определенного отбора мы не делали. И еще у меня есть такой тоже вопрос непосредственно. Сколько по времени идет вот фабрика процессов? Ох, ну это до трех часов идет. То есть до трех часов в день. А сколько дней? Ну, в течение одного дня до трех часов. А, в течение одного дня до трех часов. Понятно, спасибо. А у вас, получается, наставники же тоже, наверное, на это... То есть определенные люди, которым нравится работать со школьниками, они же работают еще как наставники этой фабрики процессов. Да, у нас есть специалисты, которые непосредственно всегда работают на фабрике процессов. И мы их привлекаем и к работе со школьниками, которые... Они выступают как эксперты по оценке выполнения заданий. То есть они у нас работают в такой связке вместе. Не только в рамках фабрики, но и вне. Со школьниками. Спасибо большое. Коллеги, если вдруг появятся вопросы, то обязательно мы их, Валентине, зададим в конце нашей с вами встречи. А мы движемся дальше. Итак, у нас следующий эксперт. Мы перемещаемся в Волгодонск. Экскурсии на производство как инструмент ранней пропориентации. Василина Карелина, директор по управлению персоналом АМ-технологии Атоммаш. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Здравствуйте. Да, вас видно и слышно. Здравствуйте. Отлично. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Василина Карелина. Я директор по управлению персоналом на заводе Атоммаш. Сегодня я хотела бы поделиться с вами одной из практик ранней пропориентации, которую мы используем для работы со школьниками. Но прежде чем рассказать о данной практике, позвольте очень коротко остановиться на том, что мы за предприятие и какие задачи решаем с помощью пропориентации. Завод Атоммаш – это филиал АМ-технологии, инжиниринговой компании, которая входит в структуру мышно-строительного дивизиона госкорпорации Росатом. Мы являемся ключевым изготовителем, поставщиком оборудования для реакторного острова. И наши объемы производства постоянно растут. Например, на текущий момент перед нами стоит очень амбициозная задача по увеличению изготовления до 16 парогенераторов и 4 корпусов реактора для атомных станций в год. Это более чем в два раза превышает текущий объем изготовления. И, соответственно, справиться с такими амбициозными задачами мы можем только при достаточном количестве персонала. Ну, собственно, потребность в персонале у нас каждый год растет. Вот на слайде представлена аналитика за последние 10 лет, и мы видим, что каждые три года прием, в том числе и прием выпускников, молодых специалистов, у нас увеличивается в полтора-два раза. Если в 2015 году план подбора был 250 человек, из них 10% выпускники, то будущий план 2022 года – это уже 700 человек, и цель принять из них 15-20% выпускников, то есть закрыть эти вакансии выпускниками. Ну, и, собственно, цель профориентационной работы, которую мы проводим, обеспечить планомерный приток молодых специалистов и рабочих. Да, и если сегодня это порядка 40 человек в год, то к 2023 году это минимум 90 человек. Соответственно, вузы, техникумы, колледжи для нас являются основными поставщиками потенциально готовых работников, и надо сказать, что профориентационная работа со студентами у нас отлажена очень хорошо, у нас есть целый комплекс профориентационных мероприятий, я останавливаться на них сейчас не буду, да, это не цель сегодняшней встречи. Но при этом всем, при той массовой работе со студентами, которые мы проводим совместно с вузами, у нас нет никаких гарантий, что эти студенты, во-первых, станут нашими работниками, да, город, несмотря на то, что маленький, находится на юге, но при этом очень индустриальный у нас находится и атомная станция, и перенесено производство машиностроительных некоторых подразделений в город Волгодонск, и ветроэнергетика, кстати, перенесла свое производство к нам. Это один момент, а второй момент все-таки, ну, не чувствуем в себе уверенности в части того, что можем обеспечить достаточное количество и качество студентов, которые приходят на профильные направления подготовки в наши вузы и СУЗы-партнеры. Именно поэтому мы решили работать со школами и запустили достаточно обширную профориентационную программу в школах. Вот системная работа началась, по сути, не так давно, это 2018 год, и на текущий момент мы проводим ряд различных профориентационных мероприятий в школах, начиная с профориентационной декады, недели без турникетов, конкурса атомных рисунков для школьников, также участвуем в проектах нашего вуза-партнера Дениел Мефи, школа юный атомщик, Атом Кэмп. При этом надо отметить, что большинство этих профориентационных мероприятий объединяет экскурсия как основной инструмент профориентации. Ну, почему? Наверное, все-таки коротко остановлюсь на этом вопросе. Вот так сложилось на заводе исторически, да, завод имеет очень богатую историю, в следующем году мы будем праздновать свое 45-летие, и в свое время, в 70-е годы, завод был всесоюзной стройкой, гигант атомного машиностроения, на которой со всей России съезжались тысячи людей. И, конечно же, была распространена практика приводить своих детей на завод. Это пользовалось большой популярностью, да, в других развлечениях-то, по сути, не было, и многие дети наших работников, побывав на заводе, остались под таким неизгладимым впечатлением от этой мощи производственной, от масштаба, объемов, что целенаправленно шли учиться и работать на завод. Ну, если далеко не ходить, есть яркие примеры рядом со мной, ну, не конкретно сейчас в аудитории, а на работе, да, это наш директор по информационным технологиям Сергей Герасим. 36 лет назад, будучи первоклашкой, он попал на рабочее место к своему отцу, очень высококвалифицированному станочнику, ну, и, собственно, остался работать на заводе, да, и дорос вот до уровня директора по IT. Поэтому, ну, этот метод профориентации для нас ключевой. В год мы проводим более тысячи экскурсий для детей, то есть около тысячи деток посещают завод. Эта форма профориентационной работы дает возможность школьникам увидеть, как работает производство, познакомиться с основными машиностроительными профессиями и пообщаться с производственниками. И основное значение экскурсии для нас заключается в том, что мы формируем у ребят реальное впечатление о реальном производстве и формируем их настрой и желание работать у нас. Ну, это просто, ну, как правило, так случается, да, что попадя, увидя эти масштабы, я уже об этом говорила и повторюсь, ну, реально неизгладимый отпечаток на ребят это производит, и, соответственно, так мы увеличиваем количество потенциальных абитуриентов на те направления подготовки, которые нам интересны. Маршрут экскурсии идет по ключевым точкам изготовления оборудования. Мы делаем акцент как на само оборудование, которое изготавливаем, так и на профессии, которые задействованы в изготовлении данного оборудования. Проводят экскурсии, как правило, у нас молодые линейные руководители, у нас достаточно молодой средний возраст на предприятии до 40 лет, поэтому есть кому проводить. Мы технические специалисты, специалисты технического блока. Понятно, что мы имеем дело с детьми, поэтому содержание экскурсии интерпретировано и подается таким образом, чтобы у ребят сложились очень яркие образы о производстве. Вот приведу примеры, как рассказываем, какие акценты расставляем. Мы рассказываем о том, что оборудование производится, все ключевое оборудование производится в основном в первом корпусе, и его площадь составляет 286 тысяч квадратных метров, что приравнивается к площади 34 футбольных полей мирового класса. Также мы изготавливаем корпус реактора, и его вес составляет как вес двух самолетов Боинг 747. Мы изготавливаем парогенератор, а он уже весит, в свою очередь, как 68 индийских слонов, и его размер превышает, размер автобуса, более 14 метров. Вот такие яркие образы закладываются, ребят, да, они потом этим... Хорошие, интересные ассоциации получаются. Доблестно делятся со своими родителями, с верстниками. Вот таким образом якорим, да, их информация о заводе. Ну, мы прекрасно понимаем, что качество и количество той профориентационной работы, которую мы сейчас проводим, ну, ее никогда недостаточно, да, ее всегда требуется наращивать. И вот как раз в этом году мы провели мозговой штурм по тому, как движемся дальше по направлению профориентации. И к этому обсуждению мы привлекли наших недавних школьников и выпускников этой ХАЙПО, Совет молодежи. Ребята провели очень большую активность и направили нас в нужном русле с точки зрения, да, как это молодежью воспринимается, а что нужно им. Да, и вот сформировались новые мероприятия для проекта, который будет реализован до конца 2021 года. Ну, что будем делать? В первую очередь это вовлечение в раннюю профориентацию вузов. Нам очень важно сформировать систему, при которой нам будут ребята приходить, и самое главное, мы будем их выбирать для целевого обучения. То есть то, на что мы сейчас делаем акцент. А второй момент – это расширение самого объема профориентации. И если сейчас вот текущий охват – это около тысячи человек, да, то цель на следующий год, 2021-й, это уже 2000 школьников. Ну, и третье направление – это переработка и расширение перечня самих профориентационных мероприятий. Ну, например, те же экскурсии, да, есть планы уже, наработки по созданию специализированных экскурсий, как по карьерным маршрутам, так и тематических, по точкам изготовления, и виртуальных экскурсий, с которыми мы, кстати, в период пандемии уже начали работать. Ну, есть еще куда стремиться и как формализовать этот процесс. Также это и расширение перечня конкурсов, которые мы проводим для школьников. Ну, и самое главное обязательно, обязательно к реализации – это добавление новых современных инструментов, таких как видеонокс-производство, ведение стримов и выполнение конкретных производственных задач. Ну, я надеюсь, что там год-два, и я смогу поделиться с вами этой практикой, потому что на самом деле это очень интересно. Я думаю, что для молодой аудитории, да, которая сейчас направлена в сторону цифровых технологий, это будет очень актуально. Ну, я осознаю, что быстрых результатов от всех изменений, которые мы там ежегодно делаем по направлению профориентации, ждать не стоит, да, это очень длительный процесс. Но в любом случае, я очень надеюсь, что все наши инициативы и то, что мы реализуем, позволят нам все-таки добиться цели, а именно повысить долю выпускников в общем приеме персонала до 15-20%, которые я обозначала ранее. Ну, и, собственно, самое главное – получить студентов, будущих работников, которые замотивированы и хотят работать на заводе. У меня есть какие-то вопросы? Спасибо, Василина. У нас появился вопрос один к Валентине, но мы потом к ней подключимся. Я думаю, что следующий эксперт в области профориентации может добавить вам, Василина, между прочим, если у вас еще этой формы работы нет. Я фиксирую все карты. То я думаю, что следующий эксперт, который мы приглашаем на нашу площадку – это Линник Оксана Владимировна, руководитель СПТИ НИЯУ-МИФИ. И мне кажется, она… Я, честно говоря, пока еще не встречала человека у нас, занимающегося профориентацией, который бы так, наверное, самоотверженно работал, помимо всех остальных вопросов, но именно в этом элементе профориентации, в этой технологии профориентации, как профпробы. И тема у нее профпробы как ключевой элемент системы ранней профориентации, она с удовольствием поделится с нами опытом. Элина, добрый день. Здравствуйте. Как меня слышно и видно? Слышно отлично, но почему-то не видно. Ну вот пока я, да, себя… Что ты сделала? Что ты себе не делала? Почему не делала? Сейчас мы попробуем. Где это может быть волшебная кнопка? Тестировали, все было хорошо. Ну вот у меня… У меня все включено. То есть у меня… Давайте попробуем еще раз, может быть, выйти в эфир. Прекратить включение и еще раз. И еще раз выйти в эфир, я думаю, что, может быть, это какой-то сбой самой площадки. Так. Как сейчас? Коллеги, скажите, пожалуйста, видно ли и слышно ли Оксану Владимировну? Если видно и слышно, поставьте, пожалуйста, нам плюсики в чат. Слышно, но не видно, да, значит, не только у меня с камерой. Так, ну что будем делать? Может быть, без камеры буду видеть… Давайте попробуем, может быть, она потом включится на моменте, когда мы будем вопросы обсуждать. Камера не подключается. Где, что значит спрятано? Вот. Вот так, все было? Вот, вот, отлично. Ну вот, да, как же без тебя. Все, спасибо. Вот один из экспертов наших проб на связи, видите, как оперативно. Все, раз, быстренько, все решили. Итак, значит, профессиональные пробы как ключевой элемент ранней профориентации, но в принципе система ранней профориентации – это система такая всеобъемлющая для нас, хотя мы ВОЗ, да, и в то же время это наши некие, скажем так, теперь обязательства, которые уже несколько лет существуют. Они скреплены подписями, это четырехсторонние соглашения, где в том числе профоробы как элемент прописаны. Ну, наверное, это, тем не менее, вызывает некое удивление, почему мы, как вот Елена сказала, с таким упорством занимаемся этим направлением, хотя являемся ВУЗом. И для чего нам нужна эта система? Ну, во-первых, мы являемся базовым ВУЗом для Российского Федерального Ядерного Центра вне технической физики и для других предприятий ядерно-оружейного комплекса и существуем в очень специфичных условиях ЗАТО. И надо сказать, подбор кадров в современных условиях, в условиях наших малых закрытых городов, это сложная тема. Она сложна тем, что исторические города создавались и сюда привозили лучших из лучших. Был действительно отбор из 15, порой даже 20 человек отбирали одного-двух. А сейчас вот эта возможность утрачена, не будем вдаваться в подробности, почему, и рынок труда сейчас совершенно по иным законам живет. Поэтому задача быть вот такой точкой входа, причем отбирать по-прежнему лучших из лучших, возложена на нас. И тут у нас просто без шансов, вот откуда этот ярый фанатизм в этой работе, потому что театр начинается с вешалки, вуз начинается с профориентации. И, собственно, так, листалка, листалка. Я могу вам помогать, если вы скажете следующий слайд. Следующий слайд, да, пожалуйста. Вот исходили мы из проблем обоснования, скажем, необходимости для школьника самореализоваться. И порой школьник не имеет таких условий для раскрытия собственного потенциала, которые ему были бы необходимы и достаточны. В то же время это приводит к каким-то необдуманным шагам. Мы очень часто раньше шутили, что сложнее, наверное, сменить профессию, нежели сменить жену. Сейчас ситуация такова, что нам говорят, что вот и мы приверженцы того, что нам и нужно менять профессии. Но вот в этом мультипрофессиональном мире, мультискиллсовском мире, тем не менее, вот эта навигация, профнавигация школьника, она еще более возрастает. Поэтому мы считаем, что профпроба – это вот такая точка совпадения интересов школьника, вуза и работодателя. И мы бы, вот если, опять же, школьник делает вот этот необдуманный шаг, ведь страдаем мы все, начиная от него самого, как от личности, заканчивая обществом в целом, потому что порой общество может потерять, ну, действительно, выдающегося инженера, который, ну, случайно забрел не туда и вот где-то там мучается в области политологии или там еще чего-то. Ну, условно. Задачи нашей профориентации, вот следующий слайд, пожалуйста, они у нас многозначные, такие, скажем, и в интересах самого школьника, и в интересах предприятия, и в интересах, ну, давайте говорить, достаточно эгоистичных самого вуза, которые ему необходимо формировать базу лояльных абитуриентов, да, будущих работников атомной отрасли. Но, тем не менее, прежде чем взять, надо отдать. Вот и мы, и наши коллеги, вот я знаю, что и Волгодонск так работает на этих принципах, надо бескорыстно отдавать, и тогда к тебе придут. Вот здесь, я, кстати, об этом бескорыстно скажу дальше в цифрах, в стоимостном выражении, поскольку это нам все обходится. Следующий слайд, пожалуйста. Конечно, мы сталкиваемся с рисками на своем пути, поскольку, ну, во-первых, давайте признаемся честно, у нас по-прежнему недостаточное взаимодействие со школами, тут не буду вдаваться, причины разные, они с одной и с другой стороны. Тут мы перегружены где-то, где-то у нас заедает бюрократия, где-то межведомственные барьеры, недостаточно информированная родительская общественность. Вот сейчас, когда мы все ушли в онлайн, мы с этим столкнулись в полной мере, и что бы мы ни делали, вот не поверите, самое вот интересное, что обычный городской телефон – это самое лучшее средство связи. Ну, просто настолько, ну, может быть, это специфика наших зато. Мы тут уже и ЛМС-системы внедрили, что мы только не сделали, нет, вот городской телефон – вот лучшее средство связи. Конечно, мы все страдаем от того, что не хватает денег, не хватает кадров, поэтому наша, так скажем, практика, она строится на том, что все проблемы решаемы, если мы, во-первых, скинемся ресурсами и все-таки найдем тех энтузиастов, непосредственных участников, которые уже востребованно не состоялись на основном месте работы. И они вот это, то, что они, во-первых, себя очень спокойно чувствуют, они уверены в себе и в том, что они делают, уверены в своей востребованности, они этим заряжают школьников. Вот, подобрав такую команду, можно решить вот эти, как бы минимизировать вот эти риски. Следующий слайд. Мы, конечно же, когда говорим о профпробах, мы говорим как об элементе. Мы говорим об элементе системы в ранней профориентации. Вот здесь я показываю как раз, как она работает, как она устроена. По сути, это некие 4М, как мы вот говорим. Это машины и оборудование, наши материалы расходные по ключевым компетенциям. Они вот указаны в центре слайда. Почему такая компоновка? Забегая вперед, я скажу, что да, мы это совместно с предприятием обсуждали, какие компетенции будущего нужны и важны на предприятии. И поэтому этот список не скучает. Также это методики. Это правый блок, где написаны, собственно, ключевые вещи. Обучение действием, опережающее обучение, практика обучения молодым и молодым. Обучение на примере чемпиона. Это сами люди. Это левая часть нашего слайда. Это, собственно, наши лидеры, чемпионы, которые передают свой опыт. Ну и вот все эти 4М, они нам дают возможность системно как раз выстраивать нашу работу. И профпробу очень неплохо сюда вписать. Более раскрывая, так скажем, глубину профпробы как элемент, вот на следующем слайде, как раз у меня представлена декомпозиция, раскрытие каждой компетенции, как продуманы задания. Над этим работало наше экспертное сообщество. Естественно, задания привязаны к мировым стандартам. Все идет на площадках мирового уровня. Везде есть сертификаты соответствия. Это, конечно, кропотливая работа всего нашего вуза, поскольку все площадки должны быть в боевой готовности, по сути, круглый год и соответствовать инфраструктурным листам. Кто знает, что это такое, инфраструктурные листы WorldSkills, мы называем это погоня за тенью, потому что все время развивается компетенция, и ты должен этому соответствовать. Ты должен постоянно вкладываться, менять методики, обновляться в оборудование и так далее. Кроме того, у нас есть некая своя внутренняя идеология. Я считаю, вот это и есть то самое ноу-хау, на котором мы нащупали свою фишку, так назову. И нам очень помогает система ценностей госкорпорации. Мы свои ценности, как раз на слайде я показываю, ну, например, я не буду все здесь рассказывать, ну, допустим, когда мы говорим на шаг впереди, да, такой замечательный девиз Росатома, то для нас это как раз вот востребованность выбранных для профилактики компетенций, которые будут еще востребованы и гарантированно будут давать ребенку уверенность в собственном профессиональном выборе и собственной значимости, нужности для общества еще в ближайшие 20-30 лет. Ну, я думаю, что вот не вызывает сомнений робототехника, электроника, естественно, это вещи, которые, если ребенок их освоит, они для него будут с ним на много лет вперед предопределять его судьбу. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и да, конечно же, возможность стать командой, частью команды Росатома, конечно же, вот это сначала через команду Ньяу Мефив, команду Росатома и так далее, вот эти все ценности, можно каждую из них как раз на примере профилактики очень хорошо пропагандировать. Как мы это делали? Шаг первый, компетенции будущего. Определили и развиваем уже на базе специализированных центров компетенций, лаборатории Ньюроатом Скиллс, которые при каждом центре компетенций существуют. Экспертное сообщество. Как оно формируется? Ну, это достаточно, конечно, процесс кропотливый и не за один год это сделано. Тем не менее, собрав экспертное сообщество, мы получили у них уникальные методики, наработки, которые используем в профпробах. Следующий слайд, будьте добры. Дальше мы движемся в сторону нашей информированности, вот то, с чего я сказала, это риски. Информированность целевой аудитории как раз это продвижение через наших партнеров. Прежде всего, информационные центры госкорпорации Росатом. Наш форпост в мегаполисах, и мы вот имеем таких агентов влияния и очень активно используем базу наших информационных центров. Это наши, естественно, уже реальные шаги. Это проведение профессиональных проб для различных групп школьников 7-й, 11-й класс из разных городов Росатома. Совершенно разная у нас география и плюс еще города-миллионники. Для малого закрытого города это, конечно, ну вот такой очень важный момент, когда к нам приезжает Екатеринбург, Челябинск, Москва, Заречный, Пензенской области. То есть это достаточно далекие точки. Просто даже сам факт, когда родитель платит за ребенка, садит его на самолет или на поезд, и он едет к нам на 3 дня в профпроб, мы говорим, ну все, это наш клиент, грубо так вот скажу, потому что, ну, деньгами родитель проголосовал за то, чтобы ребенок к нам приехал. По сути, профпроб это такая маленькая смена юниора Росатома, потому что большая смена проплачивается, а здесь как бы спонсор родитель, когда отъявляет. Будьте, подойдите, следующий слайд. И, конечно, обязательно должна быть база, потому что если это разовое мероприятие, неподкрепленное работой юниорских лабораторий, то вот таких вот ярких заданий, методик, кстати, задания никогда не повторяются. Задания каждый год, мы в год проводим два семестра смен, задания разные. То есть раз в полгода перерабатываются задания для юниора, для профпроб. Ну и новые, ищем идеи, форматы, продолжаем внедрять. Например, в Skills Day для своих студентов тоже сделали такие своеобразные профпробы. На первом курсе мы их на опережающее обучение начали отбирать с помощью профпроб. Следующий слайд. И можно, в принципе, еще сразу следующий, к оценке результата перейти. Что мы все-таки имеем в результате? Мы, проводя профпробы, увидели реальный результат, как наши юниоры становятся нашими студентами. И даже пройдя с нами цикл уже в юниорстве, потом студенчестве, они становятся наставниками для юниоров и уже передают свой опыт. Это невероятные вещи. Вот у меня есть конкретные примеры, когда буквально вот только на первом курсе, став студентом, наш Ярослав Усманов тут же с нами работал на профпробах и вел уже инженерный дизайн-кад в качестве младшего эксперта со старшими наставниками. Для следующей смены ребят юниоров. Это, конечно, такие замечательные моменты. Ну и мы вошли в число площадок федерального проекта «Билет в будущее». Чем еще больше расширяем свою базу и отбор к нам идет уже с помощью федеральных проектов на профпробы. Мы используем вот эти все возможности. Без партнеров еще раз хотелось бы отметить, вот следующий слайд, пожалуйста. Мы бы профпробы свои не провели. Так, собственно, наверное, невозможно и вся система ранней профориентации, поскольку очень... Вот эта вот школа-вуз-предприятие, оно у нас конкретно что школа, что вуз, что предприятие, вот на этом слайде, что из себя представляет. И вот это четырехстороннее соглашение, собственно, как оно работает, тоже на этом слайде мы показываем. Выпадает какой-то сегмент и, в принципе, система начинает давать сбои, потому что все здесь сегменты указаны и важны, нужны. И что касается, опять же, вот рисков, на следующем слайде мы как раз самый, наверное, важный риск иллюстрируем, это финансовый. Конечно, всем всегда не хватает денег. Вот бюджет реально трехдневных проб на одного школьника, к нам заезжает где-то порядка 70-80 человек, обходится в 2000 на одного школьника. Да, я не посчитала, сколько стоят инвестиции в людей, в базу материальную, которая соответствует мировым стандартам, это за кадром. Но когда это все есть, в принципе, я этим показываю, что профессиональные пробы не так дороги. То есть достаточно, ну, будем говорить, бюджетный проект, если, тем более, это делать в партнерстве. Ну, вот у нас специально указано, что призового фонда даже нет. Мы категорически никаких призов не раздаем. Призом является то, что ребенок приехал и себя здесь как раз проверил и уехал с новым багажом знаний. И, наверное, вот подводя итоги, мне бы хотелось еще сказать о, на следующих слайдах, буквально кратко о результатах. И о пандемии, как она проверила на прочность наши профпробы. Вот здесь вот мы написали, подводя итоги, мы говорим о том, что в рамках профпроб меняются сами участники, это точно. Может быть, они потом изменят мир к лучшему, но то, что они уезжают от нас совершенно другими, нежели они к нам приехали, мы это видим на практике. И вот что в результатах на следующем слайде для ребят мы отмечаем. Во-первых, они более осознанно подходят к выбору ЕГЭ. Они получают толчок личностного роста. Мы получаем свою вот эту базу лояльных абитуриентов. Да, это дается очень непросто. Мы где-то в год через нас проходят, через наши руки порядка, ну, так вот, нарастающим итогом от двух до трех тысяч школьников. Через разные форматы. Градообразующее предприятие, естественно, получает более, так скажем, более осознанный выбор профиля обучения школьниками ориентированных на получение инженерной специальности. Ну и вот пандемия нас проверила на прочность. Я хочу сказать, что именно наши юниорские лаборатории очень быстро создали краткие видеофильмы. Они такие с юмором, с артистизмом. И запустили их на степике, чтобы еще, так скажем, ну, во-первых, не перегружать детей онлайном. Они от него устали, когда готовились там ЕГЭ, ГИА. Но все-таки не потерять вот эту вот аудиторию. Невероятные фильмы, они вот сейчас на степике выложены. И, не знаешь, разрываешься, вот что смотрите, что какие. У нас даже сотрудники проходят обучение вот с помощью этих маленьких видеофильмов. Наших наставников юниорских лабораторий, которые проводят вот эти профилы. Ну вот, собственно, кратко. Надеюсь, не перебрала. Так, вопрос к вам. Я, во-первых, спасибо большое. Дело в том, что я думаю, что вот именно такое, с одной стороны, и партнерство, да, по разным направлениям позволяет где-то в какой-то момент под какие-то важные глобальные цели объединить какие-то ресурсы. Но, с другой стороны, вы сами являетесь тем драйвером, мне кажется. Вы сами являетесь. И ваши коллеги являются теми драйвером, которые генерят постоянно интересный контент и контекст для профориентации как таковой. Потому что я наблюдала, я подписана на все социальные сети вашего университета, вашего филиала. И я прям радовалась, насколько быстро, мобильно и качественно максимально развивался тот же переход в онлайн. Пусть он был необходимым, но тоже какие-то, мне кажется, свои бонусы в любом случае мы могли получить в том числе. Вопрос к вам. Новоуральск активно сотрудничает со Снежинском при участии в проектно-инженерных сменах и проб-пробах. Планируется ли в 2021 году проведение проб-проб для школьников за то? Если планируется, то по каким компетенциям? Обязательно планируется. И в этом году мы провели очень грамотно в январе. Я думаю, вот как только снимут ограничения, мы можем, вот нам говорят сейчас... Вернуться к этому вопросу. На 31 декабря нельзя, но мы вот готовы, буквально выйдя с новогодних праздников, тут же провести проб-пробу. Опыт такой замечательный есть. Кстати, у нас как раз в моей был Новоуральск, очень активно. По шести компетенциям мы будем проводить проб-пробы. Инженерный дизайн, кат. Все начинается с того, что конструктор должен создать, придумать. Дальше мы это реализуем изготовлением прототипов. Мы получаем готовое изделие, делаем ему умную, так сказать, начинку, электроника, мобильная робототехника здесь же. И нам в помощь фрезерная обработка на ЧПУ и системное администрирование, куда без него. И у нас есть очень интересная фишка, цифровое системное администрирование. Это невероятная вещь. Я не знаю, они там на каком-то своем языке все разговаривают, вот эти товарищи. Но вот, да, как я не могла справиться с камерой, мне вот буквально в секунду дали совет, и все получилось. Это вот такие цифровые системные администраторы теперь растут у нас. Так что вот по таким вот шести комп-пробам. Оксана Владимировна, спасибо вам большое. Я думаю, что все-таки мы с вами дозреем до курса, где вы будете преподавать именно проб-пробы для того, чтобы люди могли реально, кто хочет попробовать это сделать, и было понятно, как это организовать. Все-таки мне кажется, что с такой поддержкой и наставничеством, как через учебный курс, можно будет сделать это увлечение содержательное профпробами, распространить, как говорят сейчас, не очень люблю сленг, но так и есть, расширить на все города в присутствии, там, где есть. Масштабировать. Масштабировать, да, это слово более нам приемлемо, да, масштабировать на большее количество городов в присутствии и не только. Спасибо большое. Мы переходим к заключительному спикеру сегодняшнего дня. Это Алексей Соловьев, генеральный директор технопарка Саров. И, вы знаете, я думаю, что сейчас некоторые идеи, которые мы обсуждали с Алексеем, как технопарк – перспективная площадка для юниоров, это действительно так, но и могут перекликаться с теми некими идеями, которые высказывала Валентина Захарова, которые они уже реализуют. Я думаю, что здесь можно тоже попробовать посмотреть, какой совместный опыт, да, или как можно обменяться для того, чтобы появился все-таки AtomQuant изначально в технопарке Саров, а потом уже тоже можно было масштабировать, как мы сказали с Оксаной Владимировной. Ваша презентация есть? Да. Меня слышно, да? Да, только я не вижу презентации, чтобы вам помочь ее загрузить. Она в файлах. Сейчас я ее найду. Так, странно. Мы же ее загружали сейчас. Подождите, секунду. Подождите, секунду. Коллеги, добрый день. Я очень рад нашему сегодняшнему мероприятию. И, подождите, я вкратце начну с того, что такое технопарк сегодня, да, и как мы, собственно, развиваемся, и в каких направлениях, и как мы можем быть полезны при реализации вот таких вот проектов и вообще в рамках, в работе с школьниками. На сегодняшний день технопарк Саров входит в контур управления Федерального ядерного центра. Акционеры госкорпорации Росатом 75%, 25% ФИОП Роснано. На сегодняшний день технопарк Саров – это 34 компании-резидента, которые ведут свою постоянную деятельность здесь, на территории. Это и производство, это IT-компании, которые работают также и в рамках, и в контуре управления госкорпорацией, такие как РАСУ, это и подразделения Федерального ядерного центра. Они на сегодняшний день здесь присутствуют с гражданскими разработками и, собственно говоря, с гражданскими идеями. Ну и также у нас есть и даже производство продуктов питания, производство хлеба и прочее, прочее. То есть это территория, которая фактически создает гармоничные, замечательные условия для развития компаний. У нас есть инвестиционные средства, которые мы готовы соинвестировать в проекты. И, соответственно, мы вот это 37 гектар земли, 27 тысяч офисно-производственных площадей. Это большая такая дружная семья с замечательной инфраструктурой, также которая поддерживает и проекты, в том числе и для детей, о которых, собственно говоря, я сегодня и расскажу. Так, что-то у меня вот не поворачивается презентация. Можно следующий слайд? Конечно. Как мы планируем на сегодняшний день развивать нашу стратегию, соответственно, да, и как мы идем в соответствии с нашей концепцией. Так, что-то не то. Все? Вот, да. Значит, безусловно, наша целевая аудитория, мы пытаемся охватить все и школьников, и юниоров, студентов, аспирантов. Ну и, соответственно, также ведется с нами работа в части отраслевых кадров подготовки. На сегодняшний день уже реализуемые проекты, это Кванториум, о котором я скажу чуть позже, школа программирует, но вообще я об этом блоке скажу чуть позже. Студенты. Значит, на сегодняшний день мы проводим различные мастер-классы с студентами. Это наша компания-резидента, вот один из примеров компании РАСУ, и САФТИ студентов мы привозили из Сарова. Кстати, технопарк Саров находится на открытой площадке в трех километрах от города Саров. Поэтому у нас здесь вот в плане логистики мы гораздо доступнее, и это наше преимущество, в отличие от закрытого города. К нам приезжали студенты, которые, собственно говоря, разбирали кейсы умного города. Также в рамках наших партнерских отношений с компаниями «Энергопоток» и другими мы показывали производство, приводили на действующее производство, показывали, знакомили студентов. Но, безусловно, у нас проходят еще и здесь такие мероприятия, как «Атомскилз». В этом году немножко они проходили в другом формате, но, тем не менее, они у нас присутствуют, развиваются, мы дальше поддерживаем все эти мероприятия. Также на территории технопарка есть фабрика процессоров федерального ядерного центра, на которых также коллег из ВНЕФа и партнеров погружают в философию производственной системы. Ну, следующий слайд. Можно следующий. Теперь я бы хотел о предмете нашего сегодняшнего разговора более конкретно рассказать. Один из наших резидентов – это компания «Вектор плюс плюс». Это школа программирования. На территории технопарка ежегодно мы проводим уже старший для нас традиционный региональный чемпионат по робототехнике. К нам приезжают детки из Нижнего Новгорода, это Москва, и они принимают участие в этих мероприятиях. Дальше у нас проходит летняя школа параллельного программирования. В прошлом году было 100 человек, более 100 человек. Они также здесь 50 человек проживали, 50 человек, детишек, они приезжали из города Саров. Две недели ребята здесь жили, собирались там свои кейсы, запускали дронов. Также к нам приезжали профессора из различных институтов, были видеоконференции. И, соответственно, также были привлечены там партнеры Яндекс, Майл и другие, которые, собственно говоря, детей погружали уже во взрослые задачи и фактически подбирали себе будущих специалистов. Компетенции компании – это IT-технологии, цифровая электроника, лингвистика и робототехника. Также у них есть и кейсы по английскому языку и так далее. Перспективные работы. Детишки на самом деле здесь уже такие одаренные. И они занимали призовые места, третье место занимали в Японии на соревнованиях. Занимали первое место в Индонезии. Это уже такая довольно-таки серьезная и глубокая школа по изучению IT, программирования и прочего. Также на сегодняшний день у нас на территории технопарка запущена газель, как ее можно сказать, безэкипажная, которую, собственно говоря, программируют и запускают по ней родителям дети вот этой школы. И у нас она прямо стоит, это подарок группы компании «ГАЗ» детям. И это вот газель, ее можно приехать, посмотреть. Там действительно сидит какое-то фанерное чудо за рулем. И она, собственно говоря, управляет газелью, и она распознает знаки и так далее. То есть это также очень перспективно и очень интересно. И может быть, действительно будет интерес в атомной отрасли к таким разработкам, которые дети сейчас создают. Более того, я чуть дальше скажу про перспективный проект. Следующий слайд. Еще одна, тоже один из наших резидентов, это облачная школа инженерного творчества. Фактически это создание таких небольших игрушек. Причем кейс, который вы видите, он стоит там абсолютно недорого. Но он вовлекает детей в инженерную практику и позволяет им создавать какие-то там игрушки. Причем кейсов очень много, они разные. Мы также поддерживаем эти проекты. Мы несем как бы такую немножко и социальную нагрузку на себя берем, отправляем эти кейсы и мероприятия проводим в детских домах. Ну и работаем там вот в части благотворительности, проводим мастер-классы для деток и получаем такое, ну, очень позитивное для себя и опыт. И плюс позитивное, помогаем детям, собственно говоря, то, чего они не видят, не слышат и никогда бы этого не увидели. А тут они вот погружены, они чувствуют себя там очень замечательно в игре, в этой. Вот. Дальше. Ну и безусловно, вот такой яркой звездочкой реализованных проектов на территории технопарка, также ориентированных на школьников, это в этом году мы запустили детский технопарк «Кванториум». Это федеральный проект, в рамках которого 800 детей, 6 квантов, на сегодняшний день уже квантов на самом деле больше, потому что есть запросы от родителей, и, соответственно, сегодня еще вот эти кванты, они дополнены квантом по шахматам, дополнены квантом по искусству докладов, и, соответственно, это, ну, фактически можно назвать такой большой, серьезный, там, тысячи квадратных метров, абсолютно обставленных современным оборудованием для обучения детей. И также сейчас у нас подписано соглашение между губернатором Нижегородской области и генеральным директором госкорпорации «Росатом» о реализации этого проекта. У нас также есть положительное подписанное соглашение с компанией «Росу», которое также готово поставлять для детей, для работы в «Кванториуме» некоторые кейсы и свои задачи. Вот на что мы обратили внимание, что для детей очень важно погружаться в те реальные задачи, которые есть у компании, которые есть у госкорпорации «Росатом». И сейчас, послушав доклады спикеров, я убедился в том, что фактически уже в «Росатоме» сформировано большое количество компетенций в части обучения детей, и мы с вами медленно, но верно подходим к реализации вот этого масштабного проекта. Это «Атом-квант», которого действительно не хватает вот в этом списке, не хватает, на мой взгляд, во всех «Кванториуме». И присутствует этот федеральный проект. И мое предложение, оно такое, что давайте объединяться. Вот у детской академии, у них большое количество уже проведенных кейсов с детьми, и есть понимание, методики. Есть у нас и, собственно говоря, реализованный проект «Фабрика процессов для школьников». Вот Валентина Захарова рассказывала очень интересно об этом проекте. Да, там можно, допустим, брать не трубы, можно начинать со стульчиков, как, наверное, все мы с вами в академии проходили эти кейсы. Я думаю, что мы фактически можем уже сейчас создавать такой «Атом-квант», показывая то, что «Росатом» – это не только «Атом», но это еще и производство, это и «АйТи», это и «Умные города». И медицина. И медицина, абсолютно верно. И такие кванты мы можем формировать сами и закладывать их в те базы существующие, которые уже сейчас есть. Но есть определенные сложности, поскольку это федеральный проект, и мы с вами должны обкатать продукты и его максимально, ну, этот, обкисать, чтобы вот гармонично вписался уже существующий и планируемый к реализации кванты. Вот. Здесь я предлагаю уже на территории технопарка, может быть, собраться там, да, посмотреть то, что у нас есть, то, что мы можем предложить уже как варианты, потому что и фабрика процессов также у нас есть. Более того, в рамках визита Сергея Александровича Обозова мы обсуждали с ним создание детской фабрики процессов, на которой мы могли бы там обучать детей и показывать, куда же ездят родители и что же они там весь день делают и собирают, да. Вот. Ну, соответственно, можно дальше там уже перенеснуть. Ну, вот те проекты, которые я сейчас озвучил, безусловно, к чему бы мы хотели еще вот в рамках инфраструктуры и реализации, это построить кампус для образовательных проектов. У нас, в принципе, под это есть возможные инвестиции, которые мы через управляющий совет в госкорпорациях проведем. Дальше интерактивный музей Миратома. Также у нас есть проект. Сейчас мы ищем источники финансирования по реализации этого проекта для того, чтобы максимально повысить вовлеченность школьников уже в то масштабные задачи, которые решает атомная отрасль. Не только вот у нас тут бомбы нарисованы, да, потому что есть определенная специфика, но, тем не менее, здесь также гармонично и атомные станции. Мы сейчас с РАСУ провели переговоры о том, чтобы здесь разместить вот этот стенд виртуальной атомной станции, чтобы школьники могли приехать и погрузиться в этот замечательный проект. Мы ведем переговоры сейчас с Яндекс.Школой о создании здесь Яндекс.Лицея. Также одна из компаний, резидентов, они уже реализовали проект в Сарове, и у них есть желание здесь, на территории технопарка, на открытой территории, сделать международную языковую гимназию. Конечно же, им нужна и поддержка, и, собственно говоря, соинвестирование. Также мы хотели бы все-таки вот это вот у нас газелья наездит, да, мы уже понимаем, что дети приезжают там 3-4 дня, они живут на территории и занимаются этой газелью, здесь нужно создать инфраструктуру, потому что мы уже говорим, что это беспилотник, и здесь можно создавать какую-то некую лабораторию по беспилотникам, здесь фактически есть детская компетенция, здесь есть взрослая компетенция, людей, которые уже, ну, понимают, куда дальше вести. Им нужно просто, собственно, задачу поставить в рамках нашей отрасли, и что дети смогут эту проблему там решить. Вот тоже по этому маршруту надо двигаться. На сегодняшний день наши партнеры – это Федеральный ядерный центр, это Корпоративная академия Росатома, эту работу надо усиливать, мы хотели бы интегрироваться во все проекты госкорпорации, как и по профильному там, точнее, не по профильному, а по, как, сейчас секунду убился, по поводу профобучения, вот, ну и, соответственно, развитие, конечно, и нам нужны отношения, и нужно развивать отношения со школой Росатома. Вот. Ну, собственно говоря, я закончил, готов ответить на вопросы. Есть вопросы, много очень мыслей, задумок и идей. Предлагаю, Сарок у нас на сегодняшний момент еще, в отличие от Снежинска, не заключил партнерское соглашение. Может быть, всех за стол переговоров, всех заинтересованных сторон, и подписав партнерское соглашение, возможность диалога и дорожной карты, благодаря которой будет идти развитие, оно будет стремительней двигаться, да, и будет более сконцентрировано, четко стратегировано, что куда, когда движемся, и в какие, соответственно, сроки. Вопрос к вам, Атольки. Южаковой. Спасибо вам, Ольга, за активность и вопросы нашим экспертам. Деятельность технопарка направлена на реализацию программ дополнительного образования. Есть ли у технопарка опыт реализации предмета технология в сетевой форме с образовательными организациями Сарова? Смотрите, у нас есть заключенные соглашения с образовательными, ну, такими, как там... Нет, на самом деле, скажу так. Технопарк Саров, он создавался совершенно под другие задачи, да, под реализацию проектов госкорпорации, партнеров и так далее, строительства, производства, и прочее, создание инфраструктуры, налоговой преференции и прочее. Детское, мы просто почувствовали, что здесь это необходимо, потому что в округе нет ничего, и плюс вот эта именно открытость площадки, она производилась здесь вот таким проектам, как Вектор, как АШО, там, Лобобраз и Кванториум, здесь гармонично развиваться и дальше расти. И также есть еще запросы от других там компаний, которые готовы здесь приземлять детские проекты. Поэтому опыта такого у нас нет. Мы просто фактически формируем среду, мы создаем инфраструктуру под то, чтобы здесь эти проекты себя чувствовали комфортно. И мы создаем здесь фокус-группу. Фокус-группа у нас уже там 800 детей Кванториум, да, 600 детей это Вектор. Более 150 человек это компания Лобобраз и плюс, в принципе, у них уже выстроены некие сетевые вещи онлайн, которые также могут послужить. Мы готовы все это объединять и создавать инфраструктуру и среду для зато, для таких, как мы, для таких, как предприятия, которые в контуре госкорпораций. Ну и здесь очень замечательная возможность. Мы встречались на панельной дискуссии по школьникам. И тогда Алексей сказал, что очень замечательное получается сотрудничество между школьниками и резидентами технопарка, когда школьники включаются в процесс с реальными какими-то кейсами. И следующим шагом это является уже, я так скажу, заземление кейсов на предпринимательскую платформу. Когда любой школьник, начиная проходить какие-то пробы, ну, такие, пока не знаю, насколько они пробуют в соответствии с предыдущим спикером, но, соответственно, то есть когда они пробуют профессию, делают какой-то дизайн и имеют потенциально возможность, соответственно, потом, чтобы это переросло в бизнес. Абсолютно верно. Возможно, в их первичные там стартапы. Коллеги, спасибо вам большое за такой дайджест. У нас он получился быстрым. Я надеюсь, у всех возможность лицея 56 данного Уральска. Это очень активные наши партнеры. Я надеюсь, что мы с вами уже в следующем году, возможно, сможем представить не только выборочные такие пазлы интересных практик, но, возможно, в нашей с вами среде сегодняшних выступающих зародятся какие-то новые партнерские взаимоотношения, и к этому моменту мы сможем уже пилотировать какие-то новые практики работы со школьниками. Да, Оксана Владимировна, тоже спасибо большое. Хочу всех пригласить. Посмотрите расписание. 6 числа у нас будет именно сессия, посвященная партнерствам. То, о чем говорила Оксана Владимировна, четырехсторонние, трехсторонние, пятисторонние партнерства. Будем говорить о преимуществах этих партнерств, о возможностях, о том, каким образом учет мнений четырех, пяти, трех сторон позволяет выстраивать стратегии развития, начиная именно непрерывного развития инженерных компетенций, начиная от школьников и до серебряного возраста. Но мы будем говорить, конечно, о школьниках. И то, что касается приземления, заземления на предпринимательскую платформу, 12 числа у нас состоится бенчмарк-вебинар в Армению. И там мы познакомимся с интересной именно практикой развития инженерных таких лабораторий, в которых ребята, выполняя реальные кейсы, зарабатывают реальные деньги. Я думаю, что это хорошая возможность для закрытых городов, для моногородов, да и, в принципе, для ребят, которые будут понимать, каким образом. И с их активностью на сегодняшний момент, работая сейчас на инженерной смене, ведя ребят, я понимаю, что с их активностью они очень многого могут добиться. И, наверное, наша основная задача – это максимально раскрывать возможности для того, чтобы они делали свой осознанный выбор. Всем коллегам спасибо большое. Всем экспертам за то, что откликнулись и пришли на этот дайджест. И всем, кто нас смотрит сейчас или будет смотреть записи. Открытые, готовые Елена Якуничкина, координатор движения юниора AtomSkills, пишите на электронную почту. Всегда буду рада обсуждать любые инициативы и проекты. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok